Глава Октябрьского района угощает нас натуральным яблочным соком. Его производят в одном из хозяйств района из местных яблок. Сад существует уже давно, но дешевые, не всегда качественные импортные яблоки не давали возможности развиваться. Теперь все по-иному. Потому слово импортозамещение не просто дань моде. В Октябрьском районе это реальность. Именно с наших яблок выжимают сок. Сегодня его фасуют 5-литровые пакеты. Когда стерилизуется данный продукт, мы сегодня готовим сертификат для того, чтобы его потом пускать в продажу. И такие примеры в каждом муниципальном образовании области. Где-то вторую жизнь получила сельхозпереработка, где-то появились новые промышленные предприятия. Территории сами заинтересованы в развитии экономики. Они ищут выходы на зарубежные рынки и форум как раз то, что нужно. Мы должны друг у друга учиться. Я вот, например, твердо уверен, что в ближайшее время я поеду снова в Белоруссию и пойду в соляную шахту. И посмотрю, как они организовали оздоровительный процесс в шахте. Он у них уже идет и много лет. А у нас это в планах. Вот как это? Сделали же. И чего изобретать велосипед? А вот поучимся, они сделают. И ничего в этом плохого нет. В форуме принимают участие все муниципальные образования области. Множество предприятий из России, Казахстана, Беларуси. Приехали гости из Армении. Нашим странам приходится вновь открывать друг друга. Можно сейчас обнаружить, что на самом деле вот при таких тесных связях между Арменией и Россией, но все равно есть много ресурсов, много перспектив, которых мы не знаем. Есть потенциал, который не исследован. Я думаю, вот такие встречи, мероприятия помогут нам лучше познать друг друга и больше интенсивно работать на благо наших стран и народов. Выставки, круглые столы, общение, обмен мнениями, идеями. Пятый Евразийский экономический форум – возможность найти общий язык для всех. Дать возможность развиваться и работать не только в своих странах, но и за границей. Мы, как госорганы, должны поддерживать эти начинания и помогать как вашим предпринимателям на территории Казахстана, так и, надеемся, взаимной помощи вашего исполнительного органа для нашего бизнеса на территории России, в частности, на территории Арменинбурга. Сегодня второй день форума, и уже понятно, это мероприятие не пройдет просто так. Его участники смогут наладить политические, экономические и культурные контакты. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев.